Перед компанией Татнефтьэнергосервис поставлена стратегическая цель повышения эффективности производимых работ, достижение которой связано с выполнением следующих задач. Предоставление услуг высокого качества с обеспечением максимальной продуктивности производственных процессов, своевременность оказания услуг, привлекательность видов деятельности, обеспечение конкурентоспособности. Выполнять задачи, получая максимальный положительный эффект, позволяют хорошо зарекомендовавшие себя в мировом сообществе инновационные инструменты менеджмента, такие как бережливое производство, проектное управление и процессное управление. Рост производства труда на десятки процентов в год требует безусловной модернизации не столько оборудования и технологий, сколько именно изменения сознания тех людей, которые там работают. Тут мы работаем в двух направлениях. Первое связано с внедрением методик по улучшению производства процессов, поиску и решению проблем. Второе это изменение отношения людей к возникающим проблемам, чтобы они спокойно и в хорошем смысле позитивно относились к возникающим проблемам и старались всегда находить в них возможности для улучшения и борьбы с любыми потерями. Инструменты, применяемые у нас в рамках развития производственной системы, во-первых, оказывают прямое влияние на объем и эффективность производства, ну это за счет сокращения времени простоев оборудования, людей, техники, увеличения производительности и выпуска самого целевого продукта. Ну и, во-вторых, очень важный показатель, используемый при расчете производства труда, это численность персонала. Но наша задача не в уменьшении численности предприятий, а в изменении качества труда. Сегодня мы уже видим четко отстроенную производственную систему, которая развивает людей, активно вовлеченных в рабочий процесс. По сути, эта система и создает новый рабочий класс, который самостоятельно выявляет потери, работает в чистоте, формирует и поддерживает процесс непрерывных улучшений. Последние 2-3 года каждый работник нашей компании, будь то рабочий, мастер, руководитель, предлагают улучшение рабочего места или производственного офисного процесса. И каждое второе предложение находит место в производстве. Только за 2013 год эффект от развития производственной системы составил более чем 10 тысяч рублей на каждого работника компании. В 2012 году руководство компании приняло решение о том, что продолжать дальнейшее развитие производственной деятельности нецелесообразно без кардинальных изменений. Так была начата продуктивная работа по внедрению новых систем, которые позволяют без капитальных затрат повысить эффективность предприятия. Одной из таких систем является бережливое производство. Это инновационный подход к управлению производством, включающий в себя оптимизацию производственных процессов, ориентированную на требования потребителя, улучшение качества продукции, сокращение непроизводительных затрат. Все, что не добавляет ценности для потребителя, классифицируется как потери. Первое. Потери из-за перепроизводства. Потери в результате производства продукции услуг в таком количестве, которое превышает спрос заказчика, либо следующий по процессу операции. Второе. Потери из-за лишней обработки. Возникают при производстве продукции или услуг с более высокими потребительскими качествами, чем это востребовано покупателям. Третье. Потери из-за дефектов. Затраты на исправление дефектного продукта, а также на улаживание претензий заказчиков. Четвертое. Потери из-за ненужных перемещений. Это ненужные перемещения персонала, продукции, материалов и оборудования в рамках одного производственного объекта, которые не добавляют ценности процессу и в конечном счете продукту. Пятое. Потери при транспортировке. Возникают, когда персонал, оборудование, продукция или информация перемещаются чаще или на большие расстояния, чем это действительно необходимо. Шестое. Потери из-за лишних запасов. Чрезмерные запасы или хранение на складах большего числа сырья, материалов и полуфабрикатов, чем необходимо для процесса. Седьмое. Потери из-за ожидания. Это потери продукции, работ, услуг, которые могли быть произведены за время простоя работников в ожидании материалов, инструментов, оборудования, информации. Возникают непроизводительные потери преимущественно на рабочих местах во время бурного течения производственной деятельности. Поэтому на первом этапе улучшений был составлен перечень рабочих мест компании, общее количество которых составило 482 штуки. Они подразделяются на 227 стационарных и 255 поездных. Работа началась со стационарных рабочих мест, основное количество которых сосредоточено в двух производственных цехах дочернего общества «Ремстройэнергосервис». Это Альметьевский цех подготовки производства, занимающийся изготовлением металлоконструкций и ремонтом трансформаторов, а также ознакаются цех по ремонту электрических машин «Ретон», основной деятельностью которого является ремонт электродвигателей нефтегазодобывающего комплекса. Улучшения начались внедрением системы 5С. Это пять шагов, позволяющих эффективно организовать рабочее место. Работники произвели сортировку инструмента и материала, убрали в стороны или избавились от невостребованных предметов, после чего рационально расположили все вещи. Для поддержания рабочего места в таком состоянии были изготовлены стандарты и графики убора. Таким образом, сократилось время на поиск необходимого инструмента и материала, повысилась культура производства. Для повышения эффективности производимых работ применяются стационарные камеры видеонаблюдения. Камеры установлены по принципу фиксации основных рабочих процессов. Это позволило выявить огромные резервы по совершенствованию производственного процесса. В цехах началась активная работа по устранению непроизводительных потерь. При проведении анализа по результатам видеомониторинга выявлено, что около 9% продуктивного времени работники тратят на перемещение, совершая при этом множество непроизводительных операций. Для исключения ненужных перемещений были разработаны устройства механизации ручного труда. Потери работников на перемещение сократились до 2%, что позволило увеличить объемы изготавливаемой продукции, а также экономить электроэнергию на сумму до 20 тысяч рублей в год от сокращения операций с использованием кран-балок. Одним из самых прогрессивных методов является поточное построение производства. Данный метод улучшает все показатели работы, позволяет полнее реализовывать ритмичность и непрерывность деятельности. Работа по организации поточного производства производилась в рамках реализации двух крупных проектов – совершенствование производственной системы Ознакаевского цеха по ремонту электрических машин и повышение эффективности производственного процесса Альметьевского ЦПП предприятия Ремстроэнергосервис. Перестроение производственного процесса в цехах проводилось на основании результатов, полученных при проведении картирования производственных процессов. Это метод, заключающийся в изучении и визуальном изображении материального и информационного потоков создания ценностей. По итогам картирования были выявлены значительные непроизводительные потери на линии по ремонту низковольтных электродвигателей Ознакаевского цеха. Нерациональное расположение рабочих мест приводило к излишней транспортировке деталей и ожиданию из-за перегруженности участков. После проведения работ по организации потока и выстраиванию участков необходимой последовательности, производственный цикл ремонта низковольтных электродвигателей сократился на 15%. Огромное количество объемов и наименований ремонтируемого оборудования создавало непрозрачную производственную систему цеха. Вследствие этого было принято решение о внедрении системы контроля за производственным процессом. За основу был принят программный комплекс 1С УПП. Это позволило увеличить количество ремонтируемых электродвигателей. Еще один инструмент бережливого производства — визуализация — позволяет контролировать производственные показатели процессов. Каждый участок оснащен индивидуальным стендом с основными видами информации по каждому рабочему месту. Ежедневно работники ознакомливаются с показателями по выполненным планам работ производительности труда. В результате реализации инновационных инструментов произошло значительное увеличение финансово-экономических и производственных показателей Ознакаевского цеха по ремонту электрических машин. Производительность труда увеличилась на 15%. Цикл ремонта одного электродвигателя в среднем сократился на 16%. Сумма экономического эффекта составляет около 4 миллионов рублей. По Альметьевскому цеху подготовки производства произошел рост производительности труда на 18%. Полученный экономический эффект равен 1 миллиону рублей. Основные виды работ 22 цехов компании выполняются выездными бригадами. Качество и объем производимых работ зависит от оперативности выезда на объект и рациональной организации рабочего места на объекте. Для контроля за работой в полевых условиях, а также выявления непроизводительных потерь, применяется видеорегистрация. Определены три точки установки видеорегистратора. В кабине автомобиля при движении на объект, на самом объекте и снова в кабине автомобиля при возвращении на базу. Использование видеорегистратора позволяет получать информацию по нарушениям в области промышленной безопасности и охраны труда. Соблюдение технологий производства работ и основным критерием непроизводительных потерь. Это критерии. Своевременный выезд с базы на производство работ. Движение на объект без незапланированных остановок по дороге. Непревышение норматива, отведенного на обеденный перерыв. И соответствие производимых работ на объекте временным нормативом. Изготовлены и применяются автомобильные инструментальные ящики со стандартным набором для транспортировки необходимого инструмента и материала на место производства работ. Это позволило исключить превышение временных нормативов и сократить время на ликвидацию аварийных ситуаций в среднем на 20 минут. Далее проводится мониторинг отснятого видеоматериала. Видеоматериал каждого из четырех дочерних обществ просматривает специально обученный персонал, заполняя контрольную карту с выявленными потерями по каждой бригаде. При помощи системы видеорегистрации непроизводительные потери выездных бригад снижены на 72%. В компании применяется процессное управление. Всего открыто более 1200 процессов, которые охватывают всю производственную деятельность бригад. Реализовано 145 проектов по повышению эффективности производства. Производительность труда выросла на 15%, а экономический эффект составил более 25 миллионов рублей. Компания нацелена на дальнейшую активную работу в области применения инновационных систем, повышения своего потенциала и совершенствования деятельности предприятия. Инновационные методы управления — продуктивная основа дальнейшего развития.